На предыдущем заседании сторона защиты выступила с ходатайством, согласно которому при проведении следственного действия в отношении подсудимого Абганба было допущено нарушение, в связи с чем для дачи показания были приглашены эксперты Геннадий Бобуа, Маврик Чагава и Аслан Берзеня. В период вынесения заключения эксперта в отношении свидетельствуемого Абганба Бобуа возглавлял комиссию. По его словам, следственными органами было поставлено семь вопросов, на которые экспертная группа постаралась ответить. Вот некоторые из них. Какие телесные повреждения имеются на теле Бганба? Какова их давность? Имелись ли они 22 ноября 2019 года? Если да, то огнестрельного ли они характера? Их количество, калибр оружия, из которого был произведен выстрел, расстояние между стрелявшим и Бганба и так далее. Когда была назначена экспертиза, то освидетельствуемый находился в Агудзерской больнице в связи с свежими ранениями. И мы поехали туда. Я поехал туда, осмотрел. И там были еще заведующие отделением, там главврачи, много, но сейчас я всех запомнил, кто там был. Мы посмотрели о свидетельстве и о его вместе с хирургом. И потом мы пришли к мнению, что необходимо провести дополнительные методы исследования, то есть компьютерную томографию. По результатам осмотра Бганба на правом бедре было обнаружено одно травматическое ранение, характерное для огнестрельного, отметил медэксперт. Давностью ранения обозначаются сроки не менее шести месяцев и не более полутора лет. После компьютерной томографии результат был, что имеются следы, характерные для огнестрельного ранения. Ну, слепое ранение и глубина где-то была примерно 3-3,5 сантиметра. Он не характерен для дробового. Для осколочного тоже она не характерна, учитывая форму. Но если уже осколок был такой, как шарик круглый, тогда я не могу так ни один эксперт вам не определить. Оно характерно для огнестрельного пулевого ранения. Рана не глубокая была, и были затронуты только мышцы, и нарудных предметов обнаружены в раневом канале нет. На правом бедре было обнаружено 9 рубцов, 8 из которых не имело смысла исследовать во избежание облучения. И они не были характерны для огнестрельного ранения, отметил Бобо. Исследования проводились 14 мая 2020 года. Бганба был в сознании, однако в контакт особо не вступал, рассказывает Бобо. У него же были свежие ранения, и он практически ничего не рассказал. А когда мы спросили, откуда эти пятна по всему, там на ноге, он говорит, это я долгое время кололся, и поэтому такие пятна. Ну, он не сказал, что это из язвы, просто он сказал, это я кололся, и поэтому вот это осталось от этого. Это следов укола? Это следов укола или... Человек заявил вам об этом. Ну, а мы не знаем, а может все остальные тоже? 33,5 мм. И 5,8 мм. Какой блокпорт? Ну, какие проблемы? Давайте еще раз сделаем компьютеры остальных, и там покажут. Там у него и на левой нижней конечности есть такие... Конечно, он может у нас появиться. И это такие же эти следы стрельного ранения. Вы отталкивались от остальных 9 повреждений, имеющих на ноги? Да, конечно. Чем они были схожи, или чем они отличались друг от друга? Они отличались те другие ровцы, которые были. Они были мягкие, на ощупь, не спаяны с окружающей тканью. А тот, который характерен для огнестрельного ранения, тот был спаян с окружающей тканью, был глубокий, чем все остальные. И еще были спайки, которые подтвердил компьютер туда в глубине, куда мы не могли там прощупать, пройти и так далее. Разве компьютер остальные ранения снимал? Вокруг лежащие ранения он осматривал. Адвокатов Тандил Чкаду утверждает, что вокруг ранения других ран нет и не было. Он ходатайствовал о возвращении Бганба, чтобы у сторон и эксперта была возможность лично осмотреть его ногу в отдельной комнате. Совещаясь на месте, суд ходатайства отклонил. По данному делу судебно-медицинская экспертиза была проведена. Экспертами дано соответствующее экспертное заключение. При недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств, может быть поставлен вопрос о назначении дополнительной или повторной экспертизы. На данном этапе судебного следствия необходимости проведения свидетельствования, проведения дополнительного или повторной экспертизы в отношении подсудимого Бганба Беслана Тутовича суд не усматривает. Эксперт добавил, что при осмотре Бганба ему не было представлено никаких вещественных доказательств – оружие или пули, так как при работе судмедэксперта это исследовать не нужно. Я ничего не добавил, ничего не прибавил. То, что мы говорим только что его освидетельствовали. Ни вещи, в которых он тогда был, ни саму пулю, если мы сейчас говорим о какой-то пуле, мы ничего представлено не было, потому что их не было, наверное, как вещественных доказательств. По словам Боба, у Бганбы были обнаружены повреждения в предплечье и свежие раны на левой ноге, которые мужчина не позволил осмотреть. Левая нога была вся забинтована, перебинтована, и была там металлическая конструкция на этом. И поэтому у вас не было возможности его обследовать? Нет, я хотел обследовать, но он стал там сопротивляться, не надо ничего, никакую экспертизу я не хочу, и все. И напряженность была, я не хотел лишнее раздражать его. Бобуа уточнил, что в заключении не давал ответа на вопрос о дистанции выстрела, так как это входит в компетенцию трассолога, если только выстрел не произведен из близкого расстояния. А трассолог не входит в медицинскую экспертизу, поэтому он привлечен не был. Адвокатом Чкадуа было заявлено еще одно ходатайство. По его словам, повреждение, которым рассказывает Бобуа, было у Бганду еще в 2018 году, о чем свидетельствуют фотографии. Была проведена экспертиза, которая установила, что снимки, на которых видно рано, не были подвергнуты изменениям и монтажу, отметил Чкадуа. Была назначена экспертиза, получен ответ. Данная экспертиза легализована Министерством иностранных дел Республики Абхазия. Суд и сторона гособвинения ознакомились с материалом. Исходя опять же из этих фотоснимков, которые были сделаны в неопределенное время, имелось какое-либо повреждение на бедре правой ноги. Кстати, здесь левое или правое вообще ничего не сказано, но тем не менее. И говорить о том, что потемнение кожного покрова может образоваться от какого-то воздействия травматического характера или метадоновой язвы, тут не представляется возможным. То есть, вот это заключение, на мой взгляд, оно ничего не означающее, оно просто характеризует какой-то снимок, который взят из личного фотоальбома подсудимого Бганба. И он никак не может по нему проводиться аналогия с тем серьезным ранением, которое представлено и рассматривается в рамках данного уголовного дела. Поэтому я против даже приобщения этого заключения к материалам судебного следствия. Несмотря на несогласие стороны гособвинения, по решению суда материал был приобщен к делу. Следующее заседание состоится 25 апреля.